Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем изучение сихот, бесед Любовического Рэбе на основе книги «Недельные главы» и беседы по недельным главам Любовического Рэбе. И сегодня мы начинаем изучать недельную главу Шмини, которая сиха или беседа, которая называется, что основа всего это принятие на себя бремени Всевышнего, власти небеса. В этой главе рассказывается о том, как еврейский народ, как Мушер Абейну освящал в течение восьми дней переносной храм. Его собирали, его разбирали. Это все проходило с 23 по 29 дара 2449 года, то есть через год после получения Тора, после выхода из Египта. Кульминация этого дня был восьмой день. В этот восьмой день, посвященный на службу, первосвященник Арон, брат Мошея и его сыновья, произвели службу, и в этот момент огонь спустился с небес на алтарь, и люди увидели это огромное чудо и затрепетали и пали ниц. Кроме этого, в нашем день на главе рассказывается о том, как сыновья Арона, Надав и Абью, служа Всевышнему, зашли в такое состояние экстаза и такое стремление близости ко Всевышнему, что их души вспорхнули и покинули их тела. Кроме всего прочего, далее в недельной главе рассказывается о кошерных животных и не кошерных животных, о законах кашрута и о запрете принимать в пищу насекомых и червей. Задается вопрос, как может быть затронута такая разная тематика? Как можно говорить сначала о таком высочайшем духовном уровне еврейского народа, который готов приблизиться к Всевышнему и отдать свою жизнь за эту близость, отдать свою душу, вернуть свою душу Создателю? И в то же время говорится о запрете есть насекомых и червей, что само по себе отвратительно, неприятно и противоречит просто нормальному, разумному пониманию вещей. Как можно предупреждать людей, находящихся на таком высоком духовном уровне, не делать таких низменных поступков? Оказывается, что несмотря на то, что человек находится на высочайшем духовном уровне, и он стремится близиться ко Всевышнему, необходимо принять на себя ярмо небеса, необходимо подчиниться воле Всевышнего беспрекословно. И только такое подчинение, только такая готовность исполнять волю Всевышнего может охранить и защитить человека, находящегося на любом духовном уровне, даже на самом высоком, от того, чтобы он не пал на самую низкую ступень. На ту ступень, когда человек может позволить себе такую низость, как есть насекомых и червей, что соответствует самому низкому духовному уровню. Таким образом, наша недельная глава учит нас о важности служения Всевышнему с отдачей и беспрекословному исполнению Его воли, что позволяет нам достичь наиболее тесной связи с Богом. И в дополнение хотелось бы сказать о вот этом особенном процессе нашей связи с Богом и воздействии, взаимодействии с материальным миром, что когда человек стремится к Богу, это его стремление к святости, которое называется Рацион, стремление к Богу, к Всевышнему, оно дано нам для того, чтобы использовать эту святость, этот духовный подъем, чтобы вернуться вниз, шув, спустить эту святость в наш материальный мир для того, чтобы улучшить его, посвятить и сделать его уютным жилищем для Бога и для нас самих, что является и целью нашего мироздания, и что является подготовкой к приходу ваших, чего мы всем нам, всему миру сердечно желаем в скорейшее время прямо сейчас. Хорошей недели!